Накануне глава Чувашия решил один день посвятить изучению обстановки в Новочебоксарске. Его интересовало многое. Деятельность многофункционального центра, эффективность программы «Безопасный город». А в администрации прошла встреча с жителями города, на которой обсудили итоги социально-экономического развития Новочебоксарска за 2012 год. Подробнее в нашем репортаже. Многофункциональный центр Новочебоксарска еще совсем новый. В 2012 году здесь было оказано более 33 тысяч государственных и муниципальных услуг. Работает 12 окон из 20. Сзади у нас был вчерашний вопрос, 24 минуты. Отмечаем посетителя, смотрим вопрос, какой. Значит, оформление каких-то документов на приватизацию. Значит, граждане к нам обращаются, мы спрашиваем. Для консультации ордера в квартиру Крючков, по этим документам проводим полную юридическую позицию. В отделе МВД по Новочебоксарску Михаил Игнатьев убедился в эффективности системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По словам начальника отдела МВД Сергея Павлова, на сегодняшний день на улицах города смонтировано 6 видеокамер купольного типа. «Безопасный город» совершается, конечно, большинство преступлений. А так, основное преступление – кражи, забежи. Снижение наблюдается преступности в общественных местах на порядке 15%, на улицах порядка 13% и снижение общей преступленности на процент на 14%. У нас город компактный, выезд из города в сторону Чебоксара, в сторону Морпосада. Мы сейчас и въезд перекрыли, у нас 4 видеокамеры установили. Облюдайте. Так точно. И 4 видеокамеры установили в выезд в сторону Морпосада. Вот в настоящее время это в сторону Морпосада, выезд, номера автомашин, виднеются автомашины. Можем расширять контроль последующим и поможем для раскрытия совершенных правонарушений преступлений. В 2013 году их количество будут увеличивать. Также собираются установить камеры видеонаблюдения на придомовых территориях. Итоги социально-экономического развития Новочебоксарска подвели на расширенном совещании в администрации города Спутника. Александр Сироткин рассказал, что городской бюджет исполнен на 95% от плана. Выросла доля прибыльных организаций. Наиболее высокие показатели производительности труда отмечаются по Новочебоксарскому филиалу ОАО «Сан-Инбеф» 4 миллиона рублей и ОАО «Перкарбонат» 5,4 миллиона рублей. В прошедшем году снижена задолженность организации города по заработной плате перед работниками. Задолженность в 2012 году снизилась почти на 36 миллионов рублей. В том числе полностью погашена задолженность индустриально-строительного комбината в размере 23 миллионов 386 тысяч рублей. По итогам прошлого года введено 29 тысяч квадратных метров жилья, то есть 687 квартир. А это, по словам Александра Сироткина, на 47% больше, чем в 2011 году. Однако новоселье справили не только жители многоквартирных домов. Новочебоксарские малыши и воспитатели получили современный сад с комфортными условиями пребывания, бассейном, новыми игровыми площадками, спортивным и музыкальным залами. В городе осуществлялась реконструкция спортивных объектов. Закончена реконструкция первого этапа легкотлетического манежа с дюшор номер 3. Продолжается реконструкция здания ледового стадиона «Сокол» с дюшор номер 4 по хоккею шайбы. В работе совещаний приняли участие и народные избранники от Новочебоксарска. Михаил Игнатьев призвал власти города внимательно реагировать на сигналы. В течение прошлого года на Чебоксарскую администрацию жители критиковали за рост тарифов, за низкие темпы строительства. Александру Сироткину пришлось отвечать на многие вопросы. Насколько на сегодняшний день у вас планы или видения имеются с элитой города Новочебоксарска? Ибо здесь надо привлекать и внебюджетные источники. И вот эту историческую мечту для горожан города Новочебоксарска мы как действующая власть разрешим. Мы на сегодняшний день готовим программу по 9 западному микрорайону для того, чтобы там построить жилье экономического класса. Михаил Игнатьев заметил, что из бюджетов всех уровней выделены серьезные финансовые средства на строительство инфраструктурных объектов в Новочебоксарске. И призвал использовать каждый рубль максимально эффективно. Глава Чувашии также акцентировал внимание на необходимости поддержки предпринимательства, чтобы каждый желающий мог реализоваться в этой сфере. Город должен расти и развиваться, а республика будет помогать, заключил глава Чувашии. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.